здравствуйте дорогие друзья мы с вами поздняя осень многие растения уже заложены на хранение это и луковичные культуры которые мы должны выкапывать и георгины и у нас хранится и чеснок и вот гладиолусы ацидантера очень рекомендую всем сейчас проверить как дела с вашими вот этими луковицами клубнями и так далее потому что лето было в этом году очень очень непростое большое количество дождей почва была все время холодная температура потому что низкой было даже в июле и вот в таких условиях риск того что ваши растения подцепили какие-то заболевания очень очень высок и дальше это все может продолжаться и в хранилище тоже смотрите дорогие друзья уже получаю вопросы о том что заболел чеснок как его можно спасти вы знаете ну вот если он уже как бы заболел да тут уже принимать надо какие-то серьезные меры либо его сушить либо его мариновать в соли еще его хранят то есть чистят головочки солью перекладывают а вот после того как вы его выкопали обязательно нужно было его обработать какими-то фунгицидами и вот очень пугаются этого слова считаю что это химический препарат обязательно как же после этого мы будем в пищу использовать луковицы да вот эти дольки есть биологические фунгициды и вот одно из них одно из этих средств это препарат анти гниль он на основе фитоспорина тут так и написано фитоспорин и он а предназначен именно для того чтобы вот в хранилище у нас не было никаких гнили кроме того что я сказал чеснок и цветочный пульту у нас с вами и репа и сельдерей и свекла и морковка все в погребе хранится вот пожалуйста все это обрабатывайте если у вас еще нет никаких признаков заболеваний но вы все-таки опасаетесь что такое может быть вот мой чесночок он вот вполне себе хороший да вот нормально все тут лежит очень много сегодня чеснока в этом году использовали на грибы на всевозможные заготовки помидор с огурцами с баклажанами было много ну вот что что осталось дальше на посадку пошло и вот гладиолусы тоже не дожидаясь этих всех заболеваний опрыскиваем как опрыскивать там табличка дана читайте пожалуйста внимательно но все равно продолжают задавать эти вопросы еще раз решила показать вам как это нужно сделать вот смотрите берете чайную ложку на литр воды здесь у меня ложечка кофейная и я вот на пол-литровый такой вот чертнул аж не хочет туда ложка на пол-литровый такой опрыскиватель вот я его нашел вот так еще передозировать не бойтесь этого абсолютно не нужно опасаться потому что абсолютно биологический препарат и от него растениям только польза и вашему корнеплодам и луковица только будет польза как нужно применять разболтали 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 как следует чтобы там этот порошочек полностью у вас растворился можно дать постоять минут 10-15 воду обязательно берите не хлорированную иначе у вас ничего не получится если у вас будет флорированная вода все бактерии ваш там погибнут а этот препарат он на основе полезной бактерии бацилус субтилис который подавляет очень очень многих возбудителей именно грибковых и даже бактериальных заболеваний ну вот будем считать что растворилась у нас я уж не буду 10 минут выдерживать и опрыскиваем кстати для чего 10 минут нужно потому что там эти бактерии они вспорваны в таком спящем состоянии а когда они попадают вот в эту влажную среду они там начинают уже оживать вот если вы вносите в почву можно даже не ждать эти 10-15 минут потому что вот в почве влага находится и они там хорошо себе проснуться а если вот такой сухой материал вы опрыскиваете то лучше чтобы вот этот растворчик у вас постоял вода комнатной температуры и просто напросто опрыскиваете вот таким вот образом расход препарата очень небольшой при этом и вам хватит ну буквально там литра полутора на все ваши вот эти запасы на морковку на свекол куда опрокинул слишком сильный там трубочка у меня оголилась и естественно ваши эти луковки вот цветочные тоже вот у вас остался препарат куда его можно применить жалко выливать правильно ни в случае выливать не надо у нас с вами и комнатные цветы есть и вот такие вот хризантенки которые мы купили сейчас магазин ну невозможно удержаться от этой красоты да и вот есть череночки которые у нас уже там почечки вот проклюнулись вот уже пойдут в рост мы их осенью с вами и опрыскивать и почву можно и сами источки да вот кстати их для профилактики вот этих заболеваний грибковых вот корешочки я уже вижу там ну еще просто не проклюнулся почечка набухла их нужно вот так поливать и опрыскивать ну с периодичностью раз в две недели например и тогда вот будьте уверены у вас риск заболеваний ваших загнивание всех плодов снижается многократно если вы будете регулярно проделывать то вы сохраните полностью и свой урожай и вот такие декоративные растения пожалуйста применяйте а вот кстати сказать я сказала что это фитоспорин который называется антигни но если вы конкретно такого не найдете именно фитоспорин антигни можно взять любой фитоспорин действующее вещество там одно и то же это бактерии бацилосубтилис целый спектр она убивает болезнетворных бактерий как дальше хранить этот препаратик вот вы эту упаковочку вот так завернете я еще помещаю все это в пакет полиэтиленовый и убираю куда-то в шкафчик в темное место у меня там все это хранится срок годности здесь все указано на упаковочке замечательный препарат много-много лет уже им пользуюсь и вижу от него реальную пользу вот дорогие друзья все несложно посмотрите как все быстро главное чтобы этот препарат был под рукой